В четверг 19 января состоялось второе внеочередное заседание Думы 5-го созыва. Для того, чтобы Дума Артемовского городского округа начала свою бурную деятельность, возникла необходимость избрать заместителя председателя Думы. Председатели и заместители председателей комиссии Думы. От председателя Думы Ольги Кузнецовой поступило предложение первоначально решить вопросы по назревшим выборам, в режиме заседания Думы утвердив все решения. Выбрать председателя и замок по комиссиям. Затем в это время мы оформим документы и будем работать в рамках работы заседания Думы. Утвердим председателей комиссии, выберем замок председателя Думы и начнем работать. Чтобы приступить к выборам заместителя председателя в режиме тайного голосования, необходимо было предварительно выбрать счетную комиссию. Напомним, счетная комиссия избирается из числа зарегистрированных депутатов на заседании Думы. В соответствии с регламентом, на прошлом заседании было зарегистрировано 11 депутатов, а на текущем 19 человек. Соответственно, по этому поводу возникли вопросы. У нас на первом заседании комиссия была первая избрана комиссия, потом вторая комиссия была избрана. Они обе легитимы тогда включаются. В соответствии с регламентом, для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия из количества трех человек, зарегистрированных на заседании Думы. 15 и 22 числа было зарегистрировано разное количество депутатов. Так как создание счетной комиссии – процедурный вопрос, а не решение Думы, то было принято решение избрать счетную комиссию заново. В первом варианте состава были депутаты Трофимов, Александрова и Саутин. На текущем заседании Трофимов взял самоотвод, на что депутат Саутин предложил оставить следующий вариант состава – депутатов Малых, Александрову и Петрову. Уважаемые коллеги, мы списком будем голосовать за кандидатуру или с каждого отдельно? Ваши предложения списком. Значит, кто за кандидатурой Малых, Александра Петровича, Александрова, Екатерина Александровна, Петрова и Татьяна Владимировна, включить в счетную комиссию, прошу голосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Состав счетной комиссии был принят в соответствии с регламентом большинством голосов от числа зарегистрированных депутатов на заседании Думы. Далее перешли к выдвижению кандидатур на должность заместителя председателя Думы. Я предлагаю Кожевину и Ирину Екатерина. Самоотвод, выдвинутая кандидатура, Кожевина и Ирина не взяла. А напротив, с удовольствием согласилась занять эту должность. Если так сказать честно, я, конечно, не готовилась выступать, поскольку я так думала, что... Какой-то с половиной четыре. Вот. И поэтому я бы просто хотела сказать, что, в общем-то, в своей позиции, я думаю, многие знакомы, потому что большинство из вас читает газету, все будет. Поэтому там моя позиция достаточно прозрачна, прослеживается. Просто я хочу сказать, что я, в принципе, готова работать на этом посту и готова работать со всеми вами. Все... и на все ваши вопросы сейчас я тоже готова отвечать. Я не знаю, просто, что именно вы бы хотели услышать от меня. Поэтому я должен вам больше задавать вопрос. Поскольку позиция моя понятна. Ирина Евгеньевна, вы в газете-то редактор, а здесь депутат. Поэтому я хочу сказать, что как депутата хотелось бы услышать. То есть вы хотите сказать, что как редактор и депутат – это одна и та же позиция? Я, в общем, у меня, не как у редактора, не как у депутата, у меня позиция как у человека. Я думаю, что эта позиция совпадает с позицией. Пожалуйста. Мне бы хотелось узнать, вы полномочия заместителя, кстати, я думаю, знаете, как вы объясните, как вы понимаете полномочия, обязанности, чем вы должны заниматься, как вы будете ввести Думу? Я думаю, что полномочия заместителя, председателя Думы, в принципе, это замещать председателя Думы. Перед его объемом отсутствовал документ. Вы готовы? Сможете это сделать? Андрей Александрович, я умею работать с документами. То есть я беру регламент, я понимаю, что в нем написано. Естественно, коммунисты всегда были в оппозиции «Единой России». На сей раз произошло обратное. С чем это связано? Понятно. Что значит оппозиция в «Единой России»? Ну да. Коммунисты в оппозиции «Единой России». Я, конечно, хочу напомнить, что я человек, который поддерживает Коммунистическую партию. Правда, я нещен в КПРЛ, но я поддерживаю действительно программу Коммунистической партии. Вы имеете в виду местную ситуацию? Ситуацию в Думе? Ситуацию в Думе. Нет, парадик, а вы решаетесь в СССР? Ситуацию в Думе. Я считаю, что в Думе мы сюда пришли, как люди, которые хотят что-то сделать хорошее для нашего города. И я считаю, что мы вокруг этого должны объединяться, а не вокруг наших партий. Поскольку люди, которые там сидят где-то, в области сидят, в Москве сидят, у них, понимаете, у них свои интересы, да? Их интересует определенная территория. Нас интересует наша территория. Территория от нас, стало городского округа. Я считаю, что у нас у всех с вами должен быть один интерес. Как сделать в нашем жизни хорошую политическую дисциплину? Политическая дисциплина. Политическая дисциплина как? Ну, вообще, я прошла по однажды, там, уроку. То, что коммунисты или коммунисты, понятно. Но они члены, которые у нас. Я не члены коммунистической партии. Я не члены коммунистов. У нас пошла по политической дисциплине и партийной дисциплине. Прошла по однажды, там, уроку. Я вообще-то ей вопрос задаю людей, а не вам. Я готова прислушиваться. Я готова прислушиваться. К мнению своих товарищей. И к вашему мнению тоже. Я считаю, что и сразу, понимаете, вот как бы, и сразу. Я хотела бы надеяться. Вот это главное. Далее, в соответствии с регламентом, прошло обсуждение выдвинутой кандидатуры. Я считаю, что она поддерживается. После такой дискуссии был объявлен небольшой перерыв, чтобы изготовить бюллетени для проведения тайного голосования. Форму бюллетени установила счетная комиссия в соответствии с пунктом 2 статьи 17 регламента Думы Артемовского городского округа. Их изготовили в количестве 20 штук на цветной бумаге, ровно на число заседающих депутатов. В готовые бюллетени была внесена предложенная кандидатура Ирины Кожевиной на пост заместителя председателя Думы Артемовского городского округа. Но воспользовалась бюллетенями и проголосовала только 11 депутатов. Открыв запечатанный ящик для голосования, председатель счетной комиссии вынес вердикт. За, 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 все действительные, все действительные, все за. Все, счетная комиссия в составе Малых, Петрова, Александрова, установила выгонное бюллетени детального голосования 11 штук, указанием одной кандидатуры, 9 бюллетеней, не расстреливанных депутатов, указанием голосования. При вскрытии опечатано ящик, обнаружено бюллетени детального голосования 11 штук, в том числе, действительных бюллетеней 11 штук и действительных 0 штук. Результаты данного голосования повы replicate заместителя председателя Думы Артемовского городского округа кожиемные ВИНы именем саду 11 против, нет. В соответствии со статьей 23 и 24 регламентом Думы Артемовского городского округа кандидат считается иск hoo asus, но должен заместитель председателя Думы Артемовского городского округа, если за ним проголосовало большинство под установленными в численности депутатов в Думе. По результатам правильного голосования заместительный председатель Дома Артемовского городского округа и с вами депутат Дома Артемовского городского округа по единому избирательному округу Кожарина Ирина Евгеньевна. Пад на мандатную. Далее перешли к решению вопросов по комиссиям. Дома образует постоянные комиссии по вопросам местного самоуправления, нормативного рекламы, стараясь обеспечить по экономическим вопросам, бюджету и налогам. По жилищно-коммунальному хозяйству, развитию промышленности и аграрному сектору, по социальным вопросам и делам молодежи. Численный состав комиссии не может быть менее трех и более десятилетий депутатов. Персональный состав комиссии утверждается решением Дома. Вашему вниманию предлагается проект решения. Итак, уважаемые депутаты, у нас все комиссии соответствуют. Кроме комиссии по экономическим вопросам и бюджетным налогам, в которые записалось 12 депутатов. Итак, это Александрова Екатерина Александровна, Арсенов Владимир Степанович, Кубцова Ольга Борисовна, Малов Александр Петрович, Пономарев Михаил Васильевич, Трофимов Константин Михайлович, Саутин Иван Иванович, Тубатурин Тагирнов Генович, Чеботарева Ольга Николаевна, Горбунов Андрей Александрович, Вакурин Александр Сергеевич, Петрова Татьяна Владимировна. Уважаемые коллеги, вот двух депутатов надо, может, кто-то по собственной инициативе уйдет из данной комиссии. Я, в принципе, могу перейти из этой комиссии, потому что глава, как представитель думы, может на всех комиссиях присутствовать. И Михаил Васильевич, ваш. Ну вот, значит, у нас остается без кандидатуры Кузнецовой и Пономарева Михаила Васильевича 10 человек. Комиссия по вопросам местного самоуправления. Горбунов Андрей Александрович, Кожевина Ирина Евгеньевна, Кузнецова Ольга Борисовна, Крапивов Константин Михайлович, Саутин Иван Иванович, Петрова Татьяна Владимировна. По жилищно-коммунальному хозяйству Александрова Екатерина Александровна, Арсенов Владимир Степанович, Дынов Владимир Евгеньевич, Котлова Екатерина Ивановна, Малых Александрович, Пономарев Михаил Васильевич, Размазы Владимир Годьевич. И по социальным вопросам и делам молодежи. Замараева Людмила Александровна, Котлова Екатерина Ивановна, Татьяна Николаевна, Чеботарева Ольга Николаевна, Гориева Раиса Петровна, Бакорин Александр Сергеевич и хотела уточнить у Владимира Годьевича тоже социальной комиссии. Но остался один депутат, который не изъявил желания участвовать в работе каких-либо постоянных комиссий. Я извернусь с того, что так же ситуация, в которой мы приступим к торговле столов, то есть по судьбинским делам, мы будем размешать. Я считаю, что на двух уровня местных сооружений я буду готовить какие-то документы. В следующем этапе работы депутаты разошлись по комиссиям для выборов председателей комиссии. После объявления избранных председателей комиссии и утверждения их путем голосования, приступили к совместной работе данных комиссий, так как некоторые депутаты входят в состав нескольких комиссий одновременно. Далее приступили к заслушиванию и обсуждению вопросов, которые будут вынесены на заседание предстоящей Думы. Первой темой стала подготовка, организация и проведение детского оздоровительного отдыха в 2011 году. В санатории «Талый ключ» введен в эксплуатацию второй этаж столовой. Выполнен текущий ремонт двух спальных корпусов. Произведен капитальный ремонт с окольного этажа столовой с оборудованным залом для ожидания процедур и денисным залом. В детском оздоровительном центре «Зеленый лук» произведен капитальный ремонт одного корпуса и косметические ремонты всех корпусов. Проведен также капитальный ремонт в помещении клуба и столовой. Закуплена новая сантехника в туалетных комнатах. Все ремонтные работы производились за счет предприятия ООО «РЖД». Для обеспечения безопасного пребывания детей в гадридных одновременных возглавлях руководителями заключены договоры на охрану общественного порядка. ЗОК имени Павлика Морозова заключил договор с частными охранными предприятиями «Пересвет» города Аркеновского, а ДОЦ «Зеленый лук» с частными охранными предприятиями «Витки» города Екатеринбурга. Всего за летний период оздоровлено 2523 ребенка, находящегося в трудной ситуации, что на 200 детей выше, чем в 2010 году? Написано, что за летний период оздоровлено 84,4% детей от детского населения. Сколько у нас общее детское население всего? Общее детское население от 7 до 17 лет свыше 5453 человека. Это у меня следующий вопрос. В детском оздоровительном лагере отдохнуло, я посчитал, 3 300 детей, из них от темнослив только 1200. А остальные тогда где цифры? А остальные цифры, они все у нас заложены в других формах оздоровления. У нас в наших лагерях загородных оздоровительных отдохнули более 46% наших детишек. 3400 детей, то есть 1200 только активности. Вот при въезде тут не просматривается, и вы пишете, что отдохнуло 84,4%, то есть меня тоже сомнения берут, от 100%. То есть, значит, грубо говоря, 5400, должно быть 4800, грубо говоря, должно было вообще на 50 лет. Эти цифры у меня, я их не вижу, не свел, по крайней мере. У меня вот этот вопрос. В Думе я считаю, что давайте посчитаем вместе. Вот тут меня интересует отсутствие на продукты питания, с поведением документов. Вот я понял так, что на поставку продуктов на сонкурс, да? Вот это будет как-то, скажите, кто участвовал в комплексе? Кто поставлял продукты с отсутствием справедливых документов, есть такие данные? И будет это учитываться в дальнейших конкурсах? Эти люди будут ходить снова по конкурсу или уже нет? Конкурс у нас проводят, да, руководители сами проводят. Они работают с теми поставщиками, с которыми работают многие годы. Это все отслеживается. Роспотребнадзор представитель входит в нашу комиссию бежеведовского. На каждое заседание мы слушаем отчет по данному вопросу. Это все очень строго отслеживается. Уважаемые депутаты, хочу обратить ваше внимание, что в течение уже ряда лет все-таки, несмотря на недостатки ресурсов, на те вопросы, которые существуют, проблемы на территории, нам все-таки удалось избежать каких-то острых отравлений, пусть в этом году в дальнейшем, как это было на ряде других территориях. Нашу территорию, буквально, в том числе. В городе, кто туда попадает? Как я уже говорила, прийти у нас все-таки между детишек в трудновесной ситуации, но тем не менее управление образованием уже начинает проводить информационную работу, разъяснительную, и родители уже сейчас подают заявление. Вот если сейчас мы соберем заявление, и получится так, что у нас таких заявлений очень много, и мы точно не будем на тот объем финансирования, который нам дается, мы уже сейчас можем сделать заявку, чтобы нам средства эти увеличили. Вот нам, что нужно. Мы ограничены на разъяснение, которое нам дается. 15 миллионов. Все. Следующей темой для обсуждения стала тема молодежи. В июле 2011 года программа «Молодежь от Ромского городского округа» была принята в новой реакции. Основные цели данной программы – это создание школи для успешной социализации и вовлечения молодежи в социально-экономическое развитие от Ромского городского округа, обеспечения развития максимального использования, демографического, социально-экономического и гражданского потенциала молодых жителей Артемовского городского округа. Данная программа предусматривает следующие задачи. Это и пропаганда здорового образа жизни и профилактика, социальное поведение, трудоустройство несовершеннолетних, и развитие материальной технической базы муниципальных учреждений под ведомственными, органов по делам молодежи и другие направления. Концентрация в подростках происходит либо сквер Победы вот здесь, и крови, извините, специальных царей и другого, нет нижних доступов, либо это, значит, привокзальная площадь там в сквере, либо это вот, в частности, даже вот это участвует полярников, паровозников, которые в территории, там постоянно. Ребята молодые, когда с ними начинаешь общаться, разговаривают, они говорят, нам некуда пройти. Нет ни одного куба, нет ни одной площадки. Ну, вместо управления кубкова, вот на территории станции у нас здесь, это только одно учреждение, это на территории сигнала. Не упустили из вида и вопрос, касающийся программы обеспечения жильем молодых семей, которая действует с 2007 года. В связи с несением в областной программы изменений на территории Артемовского городского округа в августе 2011 года данная программа была принята в новой реализации. В списке молодых семей, потянущих на получение специальной выплаты в 2011 году по Артемовскому городу новому округу, состояло 12 молодых семей. Решение Артемовского городского округа на реализацию данной программы было выделено 115 441 руб, что составляет 10% от расчетной стоимости жилья одной молодой семьи, претендующей на получение социальной выплаты в 2011 году. Для реализации данной программы между администрацией Артемовского городского округа и Министерством физической, культуры, спортной и молодежной политики Свердловской области было заключено соглашение о предоставлении в 2011 году субсидии на субсидии на финансирование социальных выплат, молодым семьям на преобладение строительства жилья. Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Артемовского городского округа в государственную собственность Свердловской области, выступила с докладом Татьяна Позняк, председатель комитета по управлению имуществом. В результате, в ходе монетаризации объектов недвижимости в муниципальном образовании Артемовский городской область были заинтересованы правой собственности на помещение нежилое, расположенное в поселке Паланаш, по улице строителей 6. Общая площадь данного помещения 111 квадратов. Помещение использовалось под учетоведение стоматологии Центральной районной комиссии. Но на это помещение не было зарегистрировано право собственности, ни федерации. В дальнейшем-то что там будет? По стоматологии уже существует действующая муниципальная. Мы вообще уже все имущество передали, только вот некоторые тут. Не, понимаешь, не остались в стоматологии? Да, стоматологии они нужны. Какое-то имущество поставилось нам приватизацию. Можете что-то с этим пояснить или ничего не скажете? Начиная с 2008 года, было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого субсидарную ответственность несла казна Артемовского городского округа, так как должником было муниципальное образование Артемовского городского округа. Это более 14 исполнительных производств на сумму 50 миллионов рублей. В рамках этого исполнительного производства была проведена служба судебных приставов реализации имущества. Наложен арест на регистрационные действия по всем объектам, которые включены в программу приватизации решения дома в 2011 году. Часть объектов оценены. В частности, оценены объекты, которые ориентировались у нас индивидуальным предпринимателем Владиславлим. Там продавалась продукция птицепабрик. По-другому они свидетельствуют по-другому. Сведения о том, что зарегистрировано право собственности за кем-либо у нас пока нет, таких сведений не получено еще из РУС-регистра. Было наложено арест на имущественное право по арендным отношениям и по доходам, получаемым казной муниципального образования от приватизации, то есть по заключенным договорам в углепродаже в рамках приватизации. Мы продавали и реализовали имущество пункта 59-го закона. Начиная с 2008 года, было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого субсидарную ответственность несла казна Артемовского городского округа, так как должником было муниципальное образование Артемовского городского округа. Это более 14 исполнительных производств на сумму 50 миллионов рублей. В рамках этого исполнительного производства была проведена служба судебных приставов реализации имущества. Наложен арест на регистрационные действия по всем объектам, которые включены в программу приватизации решения дома в 2011 году. Было наложено арест на имущественное право по арендным отношениям и по доходам, получаемым казной муниципального образования от приватизации, то есть по заключенным договорам в углепродаже в рамках приватизации. Мы продавали и реализовали имущество пункта 59-го закона. Я вам рассказала о тех объектах, которые реализованы. Мы с вами сдаем в аренду и включаем в перечень имущества, передаваемые в аренду. Это у нас в основном объекты, поддерживающие субъекты малого и среднего предпринимательства. И линейная доля объектов – это объекты, которые используются субъектами предпринимательства для организации торговли. Этот вопрос крайне интересен всем, и в том числе муниципалитетам, и в том числе депутатам, и населению. Этот вопрос надо вообще отгибнуть в отдельный вопрос и рассмотреть его, потому что действия председателя комитета по управлению между подняками вообще попадают под уголовную ответственность. Я заделал вопросы по этим объектам и в прокуратуру, и в ФСБ, и в следственный комитет, где пришла ответ, что имеются признаки преступления. Поэтому я думаю, что его надо просто в отдельный вопрос выделить, рассмотреть, и чтобы всем было понятно, где роль председателя комитета по управлению имуществом и роль класса другого, третьих лет. По вопросу привлечения меня к уголовной ответственности по 312-й статье уголовного кодекса за реализацию имущества, значит, в рамках... Значит, я давала показания по соответствующих инстанциях, а дело обстояло так. Те 4 объекта, которые Иван Иванович, 2 из них приобрел по результатам торгов, когда служба судебных листов реализовывала это имущество, и не может зарегистрировать, я так полагаю, переход права. Значит, 4 объекта. Это магазин по улице машиностроителей в поселке Була-Наш, по которому нас передан в аренду предпринимателю Замараеву. Далее 2 помещения по улице Свободы в городе Артемовском. Там арендаторы ООО «Прибой» и ИП «Станилевич». И помещение в поселке Була-Наш по театральной, арендатор Петрова. Я могу немножечко арендаторов перепутать, но суть от этого не меняется. Они были включены в программу приватизации. И в силу того, что было постановление аргитражного суда Свердловской области о том, что наложение ареста на объекты, подлежащие реализации, именно по 159-му закону, не препятствуют реализации заключения договора в продаже. После длительного периода времени нами было принято решение комиссии по приватизации, в состав которой входят также и депутаты, и специалисты, значит, органы структурных подразделений администрации. Комитет не принимает единоличного решения о приватизации объектов. Нами были заключены договоры на эти четыре объекта в целях реализации 159-го закона. Договоры были переданы, значит, администрационные действия. В условиях договора было предусмотрено, и была такая оговорка, то есть предприниматели были выявлены о том, что существует и наложен арест на регистрационные действия. Какую-либо информацию мы ни от кого не скрывали. В обсуждении данного вопроса конкретно выяснение, кто прав, кто виноват, была поставлена точка. Если мы говорим о конкретном случае, то в этом данном случае, конкретном, сейчас от нашего решения ничего не зависит. Все дела уже переданы в суд и в данные прокуратуры. Так что подождем, наверняка, целесообразно подождать решение судов и всех-всех-всех, а потом уже вынести куда-то, или на комиссию, или на дому. Я считаю, что это зря, рано еще, ни к чему. Далее обсуждались такие вопросы, как размещение миграционной службы, состояние безопасности дорожного движения, о движении общественного транспорта, вопрос растущих с каждым годом автомобильных пробок на кольце и по развитию железнодорожного узла. Бурные дискуссии прошлись по каждой теме. Депутаты обозначили конкретные предложения, которые будут вынесены на следующем заседании.